Айдос Садыков, руководитель интернет-медиа БАСЭ, присоединяется к нашему эфиру. Айдос, здравствуйте. Приветствуем, Айдос. Добрый день. Айдос, о чем была эта встреча такая у вас с Путиным? О чем в итоге, по-вашему, договорились? Что это было? Путин приехал продавливать вопросы, связанные с экономикой, со строительством АЭС, атомной станции в Казахстане, и в целом расширение экономического сотрудничества, в том числе, конечно, в обходе санкций. Конкретно на этот раз договорились о строительстве трех ТЭЦ. Российская компания будет строить три ТЭЦ. Это будет семья, это Восточный Казахстан, Усканногорск, это тоже Восточный Казахстан и Кукшитава, это Северный Казахстан. Кроме того, стороны договорились, Тукаев обещал, и министры подтвердили, подписали меморандум о том, что в южных областях Казахстана, в трех южных областях Казахстана, в Туркестанской, Казалардинской и Жамбольской областях будут открыты три русские школы, в которых преподавание будут вести российские педагоги. Что касается строительства атомной станции, то вопрос о строительстве станции будет решаться на так называемом референдуме, который Тукаев обещал скоро провести, и на котором он конкретно примет решение по строительству этой станции. Скорее всего, с вероятностью, больше 70% строительства АЭС отдадут тоже российскому Росатому. Что касается остальных, более серьезных вопросов глобального масштаба, то власти Казахстана Тукаев обещал, что до 2033 года Казахстан транспортирует Китай более 100 миллионов тонн российской нефти. Вот представьте себе, 100 миллионов тонн российской нефти будет транспортироваться через Казахстан. Она уже транспортируется, но масштабы 100 миллионов тонн достигнут только к 33 году, примерно, обещают. Российская нефть будет транспортироваться через Казахстан дальше на юг, это другой маршрут, через Узбекистан, и в Индию, Пакистан, в эти регионы тоже будет транспортироваться. То же касается других природных ресурсов России, которые тоже Казахстан будет реализовывать через свою территорию. То есть, в целом, можно сказать, что с Путина приехала большая делегация, там был и руководитель Газпрома, были руководители других нацкомпаний, госкомпаний России, были министры, был Песков, Лавров и все остальные известные расисты. Можно сказать, что продавили Тукаева и решили, что через Казахстан будут обходиться санкции. Тукаев заявил о том, что уже на территории Казахстана действуют зарегистрированные более 20 тысяч российских компаний. Это цифры от Тукаева. То есть, можно сказать, что на этой встрече, которая стоялась в Астане, Тукаев окончательно подписался под тем, что Казахстан стал тыловой базой России. Айдос, прошу прощения, но это ведь на фоне заявлений официальных представителей Казахстана, которые сказали, что как раз Казахстан будет участвовать в том, чтобы не давать другим компаниям, ну и российским компаниям, обходить санкции существующие. Как получается совмещать эти действия с заявлениями? Смотрите, для западной прессы, для западных стран, для руководства западных стран, для руководства Украины идут заявления, что Казахстан не будет помогать в обходе санкций, что Казахстан занимает нейтральную позицию, что Казахстан не поддерживает аннексию чужих территорий. Это для этого рынка, так скажем так, если разделять мировое сообщество на секторе влияния на рынке, то в этом случае для них Тукаев озвучивает такого рода заявления. Что касается реальной деятельности, то более 28 миллиардов долларов товарооборот составил в 22-м году во время войны в Украине между Россией и Казахстаном. То есть побитые исторические рекорды. Это озвученные цифры и Тукаевым, и Путином на этом форуме. То есть если для Запада, для Украины идут заявления, которые потом муссируются в СМИ, которые считают, что на основе которых делается вывод многими политологами, аналитиками о том, что Казахстан якобы нейтральная страна, или что даже Казахстан занимает независимую политику, в то же время для России и для стран ОДКБ, ЕС руководство Казахстана делает другое. То есть реальные вещи для них, миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов экономической, экономического товарооборота, обход санкций, транспортировка нефти российской. А для Запада вот эти заявления. То есть вот, например, для вас, как украинские журналисты, эти заявления, как в прошлом году это известное заявление по ЛНР, ДНР, после которого многие украинские политологи, журналисты стали говорить, что Тукаев бросил вызов Путину, Тукаев бросил перчатку Путина, что он чуть ли не вытер мордой Путина стол, там, такого рода, я видел, заголовки в украинских СМИ, да, и такого рода заголовки продолжают появляться в украинских СМИ. На основе чего? На основе вот таких заявлений. Но реальные факты, надо просто открыть видео с этого форума, потом со встречи, после форума состояла встреча в узком кругу между Путиным и Тукаевым, потом в широком кругу в составе большой делегации, на которой были озвучены конкретные цифры, еще что хочу сказать, 28 миллиардов в течение 2022 года, побитый все исторический рекорд. То есть за все предыдущие 30 лет никогда торговля, товароборот между Казахстаном и Россией не достигал такой цифры, как в 2022 году и первые 8 месяцев 2023 года. Это разве не обход санкций? Да, это действительно так. Ну то есть получается пробежал между каплями и пытается усидеть на двух стульях, чтобы от Запада не схлопотать, но и свою копеечку заработать от России. Да, и это, к сожалению, удается, потому что многие, я обращаюсь в первую очередь к украинским политологам, журналистам, вот когда вы говорите, что Тукаев независимый политик, что Тукаев не помогает России обходить санкции, вы откровенно обманываете не только себя украинским народом, обманываете мировое сообщество, потому что вы таким образом помогаете агрессору Путину, понимаете? Мы вас услышали. Откройте видео, посмотрите, там же говорят, 28 миллиардов, 20 тысяч российских компаний в Казахстане зарегистрированы. Это откровенно циничный обход санкций, это откровенная помощь российскому агрессору, понимаете? Айдос, да, спасибо вам большое, что говорите нам правду, у нас просто уже заканчивается эфирное время. Айдос Садыков, руководитель интернет-медиа БАСЭ, специально для телеканала Freedom, спасибо вам большое. Спасибо большое.